Вы знаете, что сегодня происходит целый ряд важных событий. Ну, во-первых, Гайдаровский форум, который, в принципе, отражает суть политики нынешней власти. Вы знаете, что 29 января завершается исполнение первого этапа закона Конгресса США, подписанного Трампом о противодействии противникам США, так он называется, который предполагает ко 2 февраля опубликование списка всех наших управленческих элит, имеющих собственность, активы и финансовые ресурсы за рубежом. И вы видите в связи с этим нервную реакцию Кремля и правительства Российской Федерации. Сегодня 23, 24, 25 вопрос с нашей точки зрения как раз связан именно с этим, потому что будут рассматриваться вопросы, как по безымянным вкладам принимать ценные бумаги и другие вопросы, что с нашей точки зрения не то, что является первоочередным. Вы слышите заявление высоких должностных лиц на Гайдаровском форуме, который с нашей точки зрения продолжает кудринскую дальнейшую политику, которая завела нашу страну в тупик. А это прежде всего. Силуанов заявил о канализации в этом году примерно 3% ОВП, а 5 фонды чьих-то благосостояний. А это, если вы посчитаете так скромно от 90 триллионов ОВП, получается почти 3 триллиона планируется опять изъять из экономики при нехватке ресурсов для развития, собственно, своей экономики. Вы слышите предложение счетной палаты не по упорядочению экономического и финансового блока правительства, а с нашей точки зрения бестолкового предложения объединения разнонаправленных фондов. Ну, скажите, вот «Лебедь, рак и щука» — это же классическая басня, да? Или «А вы, друзья, как не садитесь, вы музыканты не годитесь». Поэтому мы считаем, что в данной ситуации, в принципе, Гайдаровский форум показывает полную, ну, скажем, тупиковость развития России по нынешнему алгоритму экономической, мы считаем, что предстоящие выборы, они являются вообще-то такими определяющими в истории нашей страны, и мы бы предложили вам голосовать и агитировать за нашего кандидата, а не за Путина и Жириновского, как вы это делаете сегодня. Потому что сегодня у нас, кроме всего о нем, еще добавился и Жириновский, понимаете? Поэтому, ну, он, правда, никуда и не девался, потому что я иногда утюг включаю, оттуда тоже Жириновский выступает. Если вы посмотрите, то среди значительной части предложенных к отклонению законов сегодня есть целая группа законов, которые, с нашей точки зрения, сегодня правильно бы было принять в первом чтении, а это, прежде всего, законы и по социальной политике, и в части прекращения или временной приостановки, ликвидации государственных муниципальных медицинских учреждений. Это и законы о, вообще-то, поправках закона Центробанка, который бы, ну, определил порядок установления ключевой ставки, потому что вы видите, что у нас, в принципе, на данном этапе кредитно-денежная политика является главным тормозом развития нашей экономики, как и бюджетная политика, неправильно. Поэтому у нас есть 20 шагов достойной жизни программа, под каждый из пунктов есть разработанная целая группа законов, тем более мы сейчас, как бы, применяем новую технологию отработки законов с привлечением на основании думской практики как раз экспертно-аналитических возможностей наших ведущих вузов. И сегодня мы будем, в общем-то, удивлены, если опять безосновательно будут отклонены важнейшие законы, а национализации базовых отраслей, потому что без этого у нас нет инвестиционных ресурсов, а сказки об иностранных инвесторах, при том, что триллион наших долларов вывезены за кордон, ну, они вообще беспочвенные, безосновательные и просто, как бы, являются трепом. Ну и, конечно же, при неработающей экономике в любой многонациональной стране всегда нарастает межнациональное отношение. По нашему мнению, реакция наших властей и структура сегодняшняя, она не позволяет, как бы, прогнозировать и влиять на эти вопросы. И об этом подробнее скажет Казбек Куцутович. Дорогие друзья, сегодня мы будем рассматривать вопросы, связанные с национальной политикой нашего государства. В правительственном часе у нас выступает Игорь Баринов, руководитель агентства по делам национальности нашей страны. Игорю удалось создать хорошую, грамотную команду и специалистов, и экспертов, которые работают в этом направлении. Но, к сожалению, вот Николай Васильевич уже сказал, огромный клубок межнациональных отношений сегодня разрешить невозможно вот в таком виде, в каком сегодня у нас решает Россия. У агентства есть свои возможности, свои полномочия. Наша партия много раз говорила, и сегодня мы об этом будем говорить, что мы настаиваем, что в стране должна решать вопросы эти не агентства, а Министерства по делам национальностей с достойным бюджетом, с достойной кадровой политикой. Хочу вам напомнить, что во времена Иосифа Сергеевича Сталина бюджет Миннация был вторым после бюджета Министерства обороны. Сегодня же агентству выделяются копейки, только сумма необходимая для того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам агентства. Ну, какие вопросы можно решить? Вопросов накопилось огромное количество, об этом сегодня тоже будет говориться. Но один из основных вопросов, на который мы хотели бы акцентировать внимание, сегодня в национальных регионах поднимают вопрос о защите национальных культур, языков. Это все правильно. Но на наш взгляд, сегодня надо уже спасать не только национальные языки, но и русский язык. Колоссальный итог русского населения с национальных регионов. За счет отсутствия рабочих мест. Созданием рабочих мест никто не занимается. Слабая поддержка непосредственно русского языка. Вы знаете, что во многих учебных заведениях сегодня уже уделяется изучению английского языка больше времени, чем изучению русского языка. Это во многих национальных регионах. Это стало сегодня проблемой. Вот об этих вещах мы сегодня будем говорить. И считаем, что и вам, как представителям средств массовой информации, надо очень внимательно сегодня проследить за тем, как будут решаться эти вопросы на заседании государственного. Хотелось бы добавить, что если вы посмотрите в части образования, то все разрушители российского образования сегодня советники президента. Фурсенко где? Советник президента. Ливанов, проштрафившийся, да? Где? Но он, правда, сегодня советует по экономическому взаимодействию с Украиной, которого все меньше, да? Ну и если вы посмотрите, то все реформаторы, они, в принципе, на старой площади. Поэтому продолжение старой политики, оно разрушительно для Российской Федерации. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова